Приветствую всех на своем канале Есть-Поесть и в преддверии светлого праздника предлагаю рецепт очень вкусной и нежной творожной пасхи. Она имеет насыщенный шоколадно-ореховый вкус и в меру сладкая. По структуре напоминает творожный сырок. Если у вас нет специальной формы для пасхи, возьмите большое сито или дуршлаг. Также подойдет какой-нибудь небольшой контейнер или ведерко, в которых предварительно нужно сделать отверстия. Список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Для начала раскрошу плитку шоколада в мисочку, оставив немного для украшения. У меня 72% какао. Добавляю немного масла от общего количества и отправляю в микроволновку. Буду растапливать в несколько этапов, каждый раз размешивая. Растопленному шоколаду дам немного остыть. Тем временем к творогу добавляю сметану и то и то лучше брать пожирнее. Кладу сахар по вкусу, ванильный сахар и оставшееся сливочное масло комнатной температуры. Погружным блендером превращаю все это в однородную массу. По желанию можно оставить очень мелкие крупинки творога, а можно довести до кремообразного состояния. Добавляю остывший растопленный шоколад и еще раз все хорошо размешаю. Сюда же можно добавить пару столовых ложек ликера или коньяка. Орехи нужно предварительно обжарить и сделать их дробленными, либо, как у меня, измельчить основательно. Кстати сказать, орехи подойдут любые, но особенно миндаль. Не менее вкусно будет и с арахисом. Затем беру такую обычную пасочницу. Ее размеры указаны в описании. Она у меня бывает расстегивается, поэтому для надежности я слегка обмотаю ее скотчем. Ставлю форму на решетку и застилаю влажной марлей, сложенной в два слоя, стараясь, чтобы складки были либо на одной стороне, либо приходились на углы. Аккуратно небольшими порциями выкладываю творожную массу и по очереди накрываю свисающими краями марли. Ставлю под решетку подходящее блюдце, чтобы туда стекала сыворотка. В принципе, можно сразу поставить на какую-нибудь тарелочку, но тогда придется периодически сливать сыворотку. Контейнер подходящего размера наполняю водой, 500 миллилитров достаточно, и устанавливаю сверху. Можно также взять маленькое блюдце или подставку под горячее и на них уже установить любой другой груз. Контейнер я накрою крышкой и уберу всю эту конструкцию в холодильник часов на 15-20. После этого аккуратно убираю марлю. Посмотрите, как уплотнился творог. Накрываю тарелкой, переворачиваю, освобождаю от формы и аккуратно, не спеша, убираю марлю. Ее, кстати, можно постирать и использовать повторно. После этого можно украшать пасху по желанию. Я это делаю при помощи небольшой дольки шоколада и арахиса, половинками и молотого. Ну вот, неотъемлемая часть пасхального стола готова. Эта вкусная, ароматная, аппетитная пасха обязательно украсит ваш праздничный стол. Обладая насыщенным шоколадно-ореховым вкусом, она напоминает какой-то волшебный десерт. Вы только посмотрите, насколько нежная у нее текстура. Напоминает творожный сырок или даже мороженое. В меру сладкое, поэтому если вы любите хорошо сладкое, добавляйте сахара больше. Хранить, разумеется, этот десерт нужно в холодильнике и доставать непосредственно перед подачей. Если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Обязательно приготовьте и попробуйте. Такую пасху с удовольствием едят даже те, кто не очень любит творог. На моем канале также вы найдете много различных интересных рецептов куличей. Не забудьте подписаться на канал Есть-Поесть, а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!